Душевные песни, народные танцы, колоритные лица. Несколько лет татары и башкиры не могли с размахом праздновать свой национальный праздник Сабантуй. Мешала пандемия, а вот сегодня, спустя два года, в Барнауле вновь звучат шикарные голоса татаро-башкирских певцов и коллективов. Он древний праздник, издревле. Раньше праздновали по окончанию пассивных работ. Праздник плуга Сабан, это плуг Сабан, Пуй, Пуй, как было. Ну, праздник, свадьбу вообще-то, прямой перевод, ну, так переносно уже. Праздник плуга. Здесь очень весело, здесь столько конкурсов, столько песен, столько игр. Выступают все, все с городов приезжают. Мы видимся с друзьями, с нашими, с других городов, потому что у нас очень много знакомых с других городов приезжают. На Сабантуе съехались татары со всего Алтайского края. Для них и всех гостей праздника поют именитые артисты из республики Татарстан, а также творческие ансамбли из разных регионов нашей страны. К нам приехали гости из Омской и из Кемеровских областей. То есть приехало несколько коллективов. Они представят сегодня свои номера творческие, и они также будут активно участвовать в программе и в концертной, и в праздничной, и в игровой. К нам приехали артисты из республики Татарстан. Это народная артистка республики Резида Тухватулина. И певец-исполнитель фаэрит Фейст Рахманов. Раз, два, три, начали! Битва на бревнах, борьба на руках, игра на скорость с коромыслом. Программа праздника, как всегда, богатая и насыщенная. Принять участие в конкурсах мог совершенно любой гость. От желающих не было отбоя. В списке даже самые юные. Праздник хороший, очень-очень интересные песни тут поют. Я участвовала в разных конкурсах. Потом я с закрытыми глазами пытался отрезать приз. И у меня получилось. В краевой столице Сабантуй празднуют уже 26-й раз. Как отмечают организаторы и сами участники, праздник уже давно стал межнациональным. Его празднуют по всему миру. Как в крупных городах, так и в самых отдаленных и небольших селах. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком.